Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами. Удивлялся, неужели это действительно так? Там были очень сильные моменты, я помню, девочка лежит вся в каком-то ужасном состоянии, а ей не знает, как врач оказать помощь, потому что, ну, судя по всему, она вот из тех, кто покупал и продавал дипломы. Это... Ну, я поясню, там у нас большая часть этого расследования была посвящена медицинскому образованию и, в частности, небезызвестному второму меду. Ныне это Академия, как бы она там называется, они все переименовались теперь. Но мы знаем, о чем речь. Был большой скандал в Пироговке, да? Да, Пирогово, Пирогово, совершенно верно. Значит, всем по-прежнему известно это заведение как второй мед. Я напомню слушателям, о чем история. Значит, в 2011 году был большой скандал, когда при анализе предварительных списков поступивших 90% зачисленных оказались мертвыми душами, несуществующими людьми. Совершенно было ясно, что списки сфальсифицированы верхушкой приемной комиссии и ВУЗа с целью застолбить места, распугать всех потенциальных претендентов добросовестных, а потом потихонечку зачислить на эти места своих людей, которые идут за мзду. Значит, это совершенно случайно, усилиями одного блогера вскрылось, ректора заведения сняли, и с тех пор мы следим за ситуацией за этой. Так вот, все обещания правоохранительных органов кого-то там привлечь, чего-то расследовать закончились ничем, дело спущено на тормозах, все участники эпопеи продолжают работать, продолжаем следить за схемами нелегального приема. Так вот, они развиваются, граждане эти, пользуясь своей безнаказанностью, наглеют. Два года назад мы показывали бывшую завхоза, начальницу хозуправления второго меда, которая там проработала 25 лет, как она объявляла цену за поступление 20 тысяч евро, диплом вообще не ходя на занятия 150 тысяч евро, расценки за сессию, за зачеты. А это, например, диплом хирурга, например, вообще не ходя на занятия? Да, просто речь шла именно о лечфаке, поэтому хирурга, терапевта, кого угодно. Речь шла о лечфаковском дипломе. Она с супругом занимается воплощением, реализацией этой схемы. Она занимается с супругом, супруг у неё ведущий методист второго меда. Мы об этом рассказывали, ещё раз повторюсь, два года назад. Опять же, был очень живой отклик не только от слушателей, но в том числе и от правоохранительных органов, от, значит, комитета по здравоохранению Госдумы и прочие, уважаемые господа. По прошествии двух лет мы поинтересовались, где же все эти люди. Так вот, они все по-прежнему работают, а бывшая завхоз продолжает за взятки устраивать людей во второй мед. Вот так это всё происходит в нашей жизни. Я напомню, наши эфирные координаты 5533, это номер для ваших смс-сообщений. Вы можете задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии, были ли у вас такие случаи. И также работает наш сайт radiovesti.ru, раздел программы отражения. А вот как-то система ЕГЭ что-то изменила в этих схемах? Вот какие коррективы они внесли? Наверное, расценки пошли вверх. Потому что сложнее, да? Вы знаете, я, в отличие от большинства своих коллег, сторонник системы ЕГЭ. И стал сторонником системы ЕГЭ именно после того, как занялся вплотную и уже много лет веду темы вот этой вузовской коррупции. То есть, я воочию убеждаюсь, что, к сожалению, иного способа хоть как-то привести в чувство этих людей в приёмных комиссиях вузов просто нет. То есть, конечно, ЕГЭ – это не стопроцентная панацея, но ЕГЭ существенно осложнило этим жуликам жизнь. То есть, им приходится придумывать различные схемы, серые, чёрные, всякие, но всё стало для них значительно сложнее. И, соответственно, и расценки на услуги существенно выросли, и риски выросли у них. И когда ностальгирующие граждане говорят о том, что хорошо бы нам вернуться вот к той системе классических экзаменов, как в преснопамятные советские времена, и как всё это было распрекрасно, забывают, что времена были другие. Что мы прошли эти 20 лет, и это оставило неизгладимый след на профессорско-преподавательском составе вузов. Неизгладимый. Ну, тогда же было две коррупционные системы. Надо было позолотить ручку директору школы, завучу, учителям, чтобы они там помогли с выпускными экзаменами, написали сочинения, там что-то в математике прорешали, и взятка при поступлении в университет. Теперь вот эта первая ступень, она отпала, получается. Значит, она, конечно, не совсем отпала, но надеюсь, что отпадёт или, по крайней мере, у нас на глазах отпадает первая ступень. Вот я вам... Вы не с пустыми руками. Я не с пустыми руками принёс вам очень любопытные цифры. Сейчас открою. Это я не из головы взял, это официальные цифры. Уже подведены основные результаты ЕГЭ. Так вот, в этом году количество 100 бальников по географии уменьшилось относительно 2013 года в 4 раза, по литературе в 2 раза, по физике в 3 раза, по английскому языку в 50 раз, по математике в 10 раз, ну и так далее. Значит, Ларчик открывается просто. Над головами у сдающих ЕГЭ, а также у смотрящих за всем этим преподавателей установили видеокамеры. И тут же вот такой вот чудесный эффект. Но у вас в репортаже директор школы рассказывала, как можно обмануть видеокамеру. Директор школы действительно у нас, у нас в репортаже был небольшой фрагмент, снятый, не буду говорить как. Директор школы учила своих выпускников, как обмануть комиссию на ЕГЭ. Рецепт предлагался следующий. Ким, это лист с заданиями, контрольно-измерительными материалами, нужно незаметно спрятать за пазуху. Отпроситься в туалет, в туалете, значит, отвлекая внимание сопровождающего человека, в туалет же так не выйдешь, сопровождающего дают. Значит, надолго запереться в кабинке, где нужно имитировать, значит, там тяжёлое расстройство желудка. Но главное не перепутать кабинку. Кабинка нужна та, где спрятан мобильник под бочком. Значит, на мобильник фотографируется этот самый Ким и отправляется учителям, классной руководительнице или кому-то, кто решит всё это дело. Пока учительница решает, где-то там в соседнем здании ученик идёт обратно, сидит, смотрит по сторонам. Потом у него снова, значит, схватывает желудок якобы, он снова в туалет, где переписывает с мобильника ответы на листочек. С этим листочком обратно в комнату, где нужно незаметно его вынуть и делая вид, что это черновик, переписать набело. То есть, настолько многоходовый спектакль, который ещё нужно разыгрывать под видеокамерой. Короче говоря, в данном конкретном случае мы проанализировали результаты выпускников именно этой вот дамы, которая у нас рассказывала эту схему. Ни один из выпускников просто не рискнул воспользоваться советом. Потому что, ну, плохой совет, тяжёлая схема, особенно, когда это под видеокамерой. И очень немногие рискнули. И действительно, очень много выявленных. В этом году же больше тысячи человек аннулировали результаты за шпаргалки и мобильники. Это там почти в три раза больше, чем в прошлом. В общем, наверняка есть схемы обмана, но они очень усложнились. Это что касается ЕГЭ. Что касается вузов, когда школьник приходит в вуз, к сожалению, там пока остаётся много довольно-таки дыр. Ну, надеюсь, что эти дыры постепенно будут как-то затыкать. Борис, ну вот ваш сюжет и предыдущий, который вышел в воскресенье, на прошлой неделе, он вообще достаточно подробно всё разъясняет. Это много, что называется, вещественных доказательств, что ли. Я не знаю, это можно считать. Вот под запись человек говорит фактически, под скрытую камеру. Это что ли нельзя использовать? Или почему все эти люди, которые так засветились, остаются на своих местах? Или это какая-то каста неприкасаемых вот в том же медицинском вузе? Если говорить о том, как это использовать, значит, привлечь их к уголовной ответственности, либо к административной, нельзя, поскольку они скажут, что у них было затмение сознания, или это были галлюцинации, или это был какой-нибудь монтаж, или что-нибудь ещё. Значит, ответственность уголовная наступает только, когда взяточник взят на взятки. Вот рука, вот кубюры. Они помечены. Они помечены, вот понятые и так далее. Этим должна заниматься полиция. Я работаю журналистом. Что касается собранных нами доказательств, то они должны, следствием этого должна быть не уголовная ответственность, а этот человек должен выпадать из профессиональной среды. Он должен, по идее, становиться нерукопожатным. Любой нормальный начальник его должен уволить. Проблема в том, что начальники в большинстве своём там, видимо, ненормальные. И поэтому все жулики продолжают работать. И вот эта семья Костюковых, ну ведь их же, наверное, как-то проверяли, то есть какие-то следственные действия в их отношении были после вашего прошлого сюжета, когда они там откровенно заявили, что они мафия. Конечно, были, были, да. Они сказали, что у них был в тот день гипертонический криз, и поэтому они были неадекватны и не понимали, что говорят. Им очень жаль. Но ведь понятное дело, что сейчас вы выявили определённые болевые точки. Ну то есть это очевидно те люди, которые берут взятки. А к ним, как вы считаете, может быть, можно подослать, не знаю, живца? А как вот вообще ловят коррупционеров? Им же подсылают человека с меченными купюрами. Или нет желания? Вы понимаете ли, в чём дело? Это очень тонкий вопрос, как ловят их. Это стоит задавать полиции. Там очень тонкая вещь. Полицейский не имеет права провоцировать. Поэтому сейчас, кстати, вот эта довольно громкая история с посадкой начальства Департамента экономической безопасности. Там как раз шла речь о провокации, взятке. Но если вы новостные ленты смотрите, вы наверняка знаете эту историю. Так вот, там очень тонкая вещь между оперативным экспериментом и провокацией. Поэтому я не возьмусь сказать, как они ловят. По идее, по уму это должно быть так, что в полицию приходит честный гражданин и говорит, вы знаете, а у меня вымогают взятку. И я готов с вами сотрудничать и помочь вам задержать взятка дателя. Вот тогда это будет поимка по уму. Проблема в том, что такие люди приходят крайне редко. Но речь идёт о весьма внушительных суммах. В вашем материале прозвучала цифра 10 миллионов долларов. Получает вот вся эта мафия. Вот за тот эксперимент, по-моему, да, вы имели в виду? 10 миллионов долларов, естественно, это нигде не написано. В уставе ВУЗа эта цифра не написана. Значит, это очень просто считается. Нам была объявлена цена за поступление в обход ЕГЭ. Это от 20 до 25 тысяч евро. Борис, я прошу прощения. Продолжение вот этой истории. Вы услышите сразу после выпуска новостей. Напомню, у нас в гостях Борис Соболев, корреспондент телеканала «Россия». Вести ФМ Сергей Корнеевский и Ольга Подолянова. Продолжаем. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вы можете задавать свои вопросы. И также работает наш сайт radiovesti.ru, раздел программы «Отражение». Я напомню, сегодня у нас в гостях корреспондент ВГТРК Борис Соболев. Его сюжет вы могли видеть накануне вечером в программе «Вести недели». Обсуждаем мы с Борисом перипетии. Перипетии, да, вот мафиозные коррупционные схемы в высшем образовании. Если мы говорим о том, кто в первую очередь виноват. Конечно, виноваты и те, кто берут взятки, и те, кто дают. Ведь студенты сами иногда провоцируют преподавателей. Когда хвосты, когда нужно срочно сдать, пересдать. Ведь многие сами предлагают взятки. Такая практика тоже существует. Ну, конечно, ну, это взаимная заинтересованность, естественно, студентам это удобно, платёжеспособным лодырем это удобно, нечистым на руку преподавателям удобно тоже. Я, если позвольте, в двух словах закончу то, что недоговорил перед новостями. Да, откуда взялась цифра, то, что за приёмную кампанию они собирают порядка 10 миллионов евро. Взялась она следующим образом. За одно место в обход ЕГЭ нам было объявлено от 20 до 25 тысяч евро. Мы знаем, сколько мёртвых душ было записано в 2011 году, когда впервые вскрылась эта история. Там порядка 700 человек, 600 с чем-то там. Умножаем одно на другое, получаем итог. Насколько эти граждане хотели в тот год наторговать. Судя по тому, с какой наглостью это всё продолжается, не думаю, что аппетиты сильно снизились. То есть, а вот вы сейчас нам рассказывали о том, как происходят следственные действия, как вот это всё ловят. То есть, выходит, что тот человек, который несёт взятку, он должен почему-то вдруг решить пойти и доложить об этом в полицию. Иначе поймать вот этих вот взяткополучателей невозможно. Либо полиция должна вести скрытное наблюдение за взяткодателем или взяткополучателем, накрыть обоих злодеев одновременно. Иными словами, это всё весьма трудоёмкая и тонкая материя. А собрать доказательную базу, при этом не попасть в историю, как вот нынешние эти в ДЭБе сидящие руководители бывшие, не попасть в историю обвинения в провокации. Это всё чрезвычайно сложно. Самое главное, что... Ну, это не мои проблемы, да? Ну, конечно. Ну, не милиционер я. Задача информировать общественность о том, что происходит. Этим и занимаюсь. Доказательства собрали, предъявили. Люди работают. Вот хоть плюй в глаза, всё божья роса. В вашем репортаже был преподаватель, женщина, да, которая не смогла работать в этой коррупционной схеме и ушла. То есть получается, что человек, который не берёт взятки и не может работать в этой системе, он оказывается за дверью университета. Ну, конечно. Там любопытно. Она отказалась играть по этим правилам, отказалась брать взятки. Когда её стали прижимать, зажимать, лишать дополнительных часов, в общем, создавать тяжёлую обстановку, она написала в интернете об этой ситуации. После чего ей был объявлен педсоставом вуза полный бойкот, и она была вынуждена уйти. То есть вот специфика сознания, они воспринимают любое обнародование вот этой вот изнанки, их паршивейшей вот этой жизни, они воспринимают как заказ, наезд, провокацию, что-то ещё. Когда задаёшь вопрос, послушайте, ну, может быть, вам просто надо перестать жить так, как вы живёте? Просто почистить ряды и перестать брать взятки? Молчат. На следующий год всё начинается то же самое. А почистить ряды в некоторых вузах, я так понимаю, может быть, просто весь спецсостав уйдёт вместе с завхозами? Ну, боюсь, что в данном конкретном вузе значительная часть этого спецсостава. Понимаете, у меня был один раз положительный опыт, я давно занимаюсь темой коррупции в высшем образовании, один-единственный раз был положительный опыт, когда в МПГУ, это главный российский педвуз, удалось действительно сдвинуть дело с мёртвой точки, там всё-таки убрали этого совершенно, на мой взгляд, от потерявшего всякие рамки приличий ректора Матросова, закрыли вузы-прокладки, которые он наоткрывал при МПГУ, там была очень интересная схема. Расскажите, тем более я заканчивал этот вуз. Вот, замечательно. Значит, там была очень интересная схема. При МПГУ были открыты два коммерческих вуза, в одном учредителем был сам же этот ректор Матросов вместе с женой и с проректором, в другом через хитрую родственную схему, через жену, там, сестра, жены, ещё чего-то там, короче говоря, родственный вузик. Оба вуза коммерческие. Один из них вообще сидел в здании МПГУ на последнем этаже, бесплатно. То есть, на государственной площади, за государственными партами, весь педсостав полностью МПГУшный, все учебники МПГУ, всё-всё-всё казённое, но деньги за обучение, а вузы были коммерческие, шли в карман частному дяде. Со вторым вузом точно так же. Когда мы стали примерно прикидывать, сколько же они за 10 лет таким образом раздали дипломов, там получилась какая-то дикая цифра, там в год они около тысячи дипломов раздавали, 10 тысяч человек осчастливили, когда на одной из этих выдач дипломов мы поприсутствовали, пообщались с выпускниками, выяснилось, что они получают... Да, а схема-то в чём? Поскольку подтирочный диплом этих частных вузиков никому не нужен, на последнем семестре последнего курса всех студентов переводили в МПГУ на бумаге, путешествовали документы. В итоге они все выходили опять же с государственным дипломом, только 5 лет они платили в карман частному дяде. Так вот, порядка 10 тысяч человек так было осчастливлено. Значит, когда мы с ними пообщались, ни один из них, там девочка выходит с красным дипломом МПГУ, преподаватель литературы, значит, в МПГУ не была ни разу в жизни, приходила раз в полгода. Всё. Вот так работала эта схема. И единственный раз, мне есть чем гордиться, нам удалось эту систему сломать. Туда всё-таки назначили нового ректора, который разогнал эти шарашки, и, насколько я сейчас знаю, ничего подобного там пока, по крайней мере, не практикуется. А со старым руководством какая история? Ой, прекрасно себя чувствуют, опять же, им обещали уголовное дело, разбирательство, ничего, тишина, все на воле, все в порядке, никакого дела. А это опять потому, что нет доказательств? Вы знаете, у меня объяснение одно – глубинная коррупция, проевшая всё общество насквозь. Другого объяснения у меня нет. Вы уже сказали о том, что сегодня поступают по схеме без ЕГЭ, а вот как это возможно? Вот как это работает, схема? Эта схема работает с всё большим трудом, слава богу. То есть, извините, что перебиваю, получается, что человек, который не закончил школу, он тоже может поступать без среднего образования. Есть несколько остающихся дыр в законе об образовании, которыми активно пользуются, в основном пользуются коммерческие вузы. О том, чтобы этим пользовались государственные, слышно всё реже и реже. Они всё-таки, им есть что терять, они боятся. У них другие виды заработков, но откровенное жульничество с ЕГЭ – это в основном всё-таки занятия коммерческих вузов, которые борются за каждую копейку, и в основном схемы предлагаются следующие. Например, поступление на какое-нибудь заочное, дистанционное чего-нибудь там в законе об образовании очень зыбко написано, и при умелом толковании это можно истолковать так, что поступая на какое-нибудь дистанционное, вроде как можно и без ЕГЭ. Вроде как. Потом документы этого человека где-то там замыливаются, и его переводят на очное, и он получает очный диплом. Один вариант. Второй вариант – через колледж. Поступающим после среднего специального образования ЕГЭ не требуется. Создаются псевдоколледжи, и известно их некоторое количество. Колледж существует только на бумаге. Учатся там выпускники после девятого класса только на бумаге. Но эти документы, формально пролежав в этом вымышленном колледже два года, после этого переводятся в вуз автоматом без ЕГЭ. Такая схема тоже... А сколько это нужно заплатить? Ой, вы знаете, там всё по-разному. В этих шарашках самые разнообразные тарифы зачастую зависят от фантазии человека, сидящего в приёмной комиссии. Ну, как правило, вы просто платите за два года несуществующего обучения в колледже. Ну, берут там они, не знаю, за год там тысяч пятьдесят. Ну, заплатите сто, допустим. И потом вас автоматом переведут в этот вуз. Ну, тут надо понимать, что это всё вузы такие вот ниже плинтуса. Все эти бесконечные институты права и бизнеса, бизнеса и права, бизнеса и лева, и всего остального. Вот эти вот сидящие на пятом этаже какого-нибудь бизнес-центра. Вот таких заведений, к сожалению, сейчас очень много. У нас в гостях Борис Соболев. Мы сейчас прервёмся на новости. Я напомню, обсуждаем то, каким образом вообще в России можно не получить образование, а получить диплом об образовании. Как их покупают и продают эти дипломы. В том числе, кстати, что самое страшное, дипломы врачей. Например, можно стать хирургом, судя по всему, вообще не учившись. Об этом говорим вместе с Борисом Соболевым, он автор сюжета на телеканале «Россия» по этому поводу. 5-5-3-3 начали сообщение «Слово Вести» в любой транскрипции. Ждём ваших вопросов. Продолжаем разговор с Борисом Соболевым, корреспондентом телеканала «Россия» о коррупции в системе образования вузовского и доузовского, судя по всему. Борис, ну вот я так понимаю, что вот эти вот вузы-прокладки и так далее, и так далее, ведь ректор не только себе в карман эти огромные деньги, он же ещё и со всеми делится. Видимо, вот те преподаватели, которые работали, в том числе и в вузах-прокладках, они же какую-то сумму получали, наверное, да? Ну, конечно, что-то доплачивал. Все довольны получали. Все довольны, всех устраивало, что-то, наверное, доплачивал. Что именно и сколько сказать невозможно, поскольку, когда уже после ухода этого ректора стали поднимать бухгалтерию, оказалось, что она чёрная. И не вёлся учёт нормальный ни доходов, ни расходов, даже невозможно точно понять, сколько они студентов пропустили за все эти годы. Такая была интересная бухгалтерия. Дело ведь ещё вот в чём, к чему ведёт и ни один МПГУ. Их дипломы не аннулировали. Эти все люди с дипломами, вероятно, всё работают. Дипломы ни у кого не аннулировали. Я как раз об этом и хотел сейчас тоже сказать. Дипломы ни у кого не аннулировали, потому что на каком основании? Позвольте. У нас нет практики перепроверки дипломов и знаний. Если у вас есть диплом, никто к вам не может подойти и сказать, а давай мы тебя сейчас переэкзаменуем, и если ты ничего не знаешь, отберём. Это не пробиться, но в законе. Это невозможно. Выдали всё. Значит, подобных прокладок, помимо МПГУ, есть ещё энное количество, по крайней мере, было достаточное количество при ряде других довольно крупных государственных вузов. И к чему это ведёт, собственно? Вот этот вот увод денег студентов-платников в карман ректору и компашке приводит к тому, что вуз становится нищим. Когда говорят, что у нас высшая школа очень бедная, нам не на что повышать педагогам зарплаты, у нас профессор с выслугой 25 лет получает там 15 тысяч рублей с трудом, государство, дай денег, ещё и ещё, это любимая песня этих людей. Когда начинаешь разбираться, почему же у вас вечно нет денег, вечно, а вот потому и нет. Например, потому что все студенты-платники уводятся в карман ректора. А вот какая разница, я прошу прощения, хотел ещё вот этот вопрос задать, какая разница между зарплатой, вот законной зарплатой ректора, скажем, и зарплатой, ну вот сколько он может на этом реально заработать? Он вообще долларовый миллионер, любой ректор, вот в таком вузе? Я думаю, могу предположить, что ректор крупного государственного вуза, особенно вуза, у которого есть так называемые престижные факультеты, а тем более у которого есть хорошая недвижимость. В Москве это долларовый миллионер. Плюс общежития, которые сдаются не студентам. То есть, конечно, не все. Конечно, среди них есть честные, достойные, бессеребренники и так далее. Но значительная часть этих людей – это сверхбогатые люди, превратившие вуз в свою личную кормушку. А что касается студентов и абитуриентов, которым откровенно намекают на взятку, вот куда им обращаться? И ведь наверняка очень многие даже к кому обращались с такой инициативой, они боятся, потому что понимают, что год будет потерян, не поступит, если вдруг они пойдут куда-то заявят об этом. Ну, это личный выбор каждого человека. Смотрите, отстаивать свои права и бороться за правду, либо плыть по течению. Тут какие можно дать советы? Ну, боишься – сиди дома. Не боишься – борись. Ну, куда идти? В полицию идти? Куда ещё идти? Больше некуда. А что-то они особенно идут. А вот вы ещё, кстати, рассказали в своём сюжете про другой тип студентов. Вот есть те, которые плывут по течению, есть те, кто борются, а есть те, кто в схеме, как бы в доле? А расскажите. Студент-решальщик – это такое явление последних лет. Это студент, который при приёмной комиссии или при ректорате работает переносчиком взяток. Человек, который приводит новых клиентов, имеет долю с каждой взятки, и отнюдь не всегда эта доля выражается в деньгах. Например, по тому же второму меду мы встречали там одного из многочисленных решальщиков, который отрабатывает своё поступление. Он двоечник. Его взяли в обход правил с условием, что он отработает эту сумму, эти 20 тысяч евро, и он в течение последующих лет отрабатывает. То есть это такое, понимаете, передача из поколения в поколение, передача вот этого коррупционного опыта. Вот это самое плохое. Они никогда не умрут, они обязательно вырастут себе последователей. Ну, вы знаете, вот вы сейчас рассказываете, мне кажется, это такая система, которая в борделях работает. Но бордели – это же вообще самое дно, это самый-самый преступный мир, который может быть. И получается, что наша, по крайней мере, некоторая часть системы образования высшего почти ничем не отличается, кроме того, что немножко другими вещами торгуют. Сергей, ну, вам виднее. Я в бордели не хожу, поэтому я не знаю, как там. А вы думаете, я хожу, да? Вот вы решили меня так, меня так уколоть решили, да? Ну что ж, пятиминутка перчинки, уважаемых слушателей у нас. Ну, наверное, наверное, наверное. В общем, в любом случае, хотелось сказать, что всё это очень неприятно. И мне, как журналисту, самое неприятное для меня, что я из года в год веду эту тему, и теперь уже последнее время уже скорее ради спортивного интереса. Мне интересно, ну, чем же дело кончится? А оно ничем не кончается. Вот что поразит. Понимаете? Вы знаете, не могу не спросить по поводу тех семей, которые пострадали от страшных врачебных ошибок, которые потеряли детей от гнойного менингита, как это было в Перме, по-моему, да, у вас в сюжете. А эти врачи, они по-прежнему работают? Или вот их как-то удалось, правосудие их настигло? Вы знаете, это, в общем, несколько другая тема, но очень схожая. Это тема об этой процветающей безнаказанности. Вы знаете, вообще странная вещь. Когда часто говорят о милицейской или теперь уже там полицейской мафии, а там круговой поруки в прокуратуре и у прочих силовиков, все это безусловно есть, все это безусловно процветает, но вот общаясь с разными самыми профессиями, я могу сказать, что более непрошибаемой стены коррупционной, чем медицинская и педагогическая, я не встречал. И с медициной все то же самое. Вот эти истории, которые мы, примеры, приводили в репортаже, к сожалению, таких примеров масса, ни в одном случае врачи не наказаны. Во всех случаях врачи работают либо в той самой клинике, либо в соседней. Вообще приходит, по-моему, на ум только один пример, когда кто-то был наказан, это с девочкой Соней Кулевец. Несколько лет назад девочка лишилась руки, и врача-таки посадили. Это стоило огромных усилий журналистскому сообществу, чтобы довести этого человека до тюрьмы. Это говорили об этом несколько месяцев, все по всем каналам, радиостанциям и писали во всех газетах. Вы имеете в виду вот эта круговая порука, то есть без свидетельства коллег этого врача нельзя привлечь к ответственности, а коллеги никогда не будут свидетельствовать против одного из своих? Вот так это работает или как? Ну, с огромным трудом удается собрать как бы независимую медицинскую комиссию, которая должна оценить деятельность врача и выявить ошибки. Комиссия эта в 99% случаев пишет что-то невнятное, суть, что не виноват. И они так воспринимают свою корпоративную честь, вот честь своего белого халата. Они воспринимают ее так. Понимание это совершенно извращенное, ненормальное, но независимых медицинских экспертиз в России почему-то собрать не удается. Видимо, это какая-то особенность менталитета. В вашем фильме прозвучала цифра, это 30% больных в России умирают из-за неквалифицированной медицины. Откуда эта цифра? Нет-нет, там не так это звучало. Она звучала следующим образом. До 30% тел в наших больничных моргах – это жертвы неквалифицированного лечения, врачебных ошибок и катастрофической врачебной недообразованности. Значит, там же говорилось, что в отличие от других стран, где такая статистика ведется в России, подобную статистику Минздрав никогда не вел и не ведет по сей день. В общем, понятно почему. Почему? Потому что цифра ужасающая. И взята она очень просто. Она взята из анонимного опроса больничных патолога. А вот квалифицированные врачи, те, которые получали дипломы, которые ночами сидели, вот это учили, не получится ли так, что они воспротивятся тому, что их корпоративная честь вообще-то достаточно серьезно страдает, на мой взгляд? Они же должны понимать, что передо мной человек, который получил диплом за 120 тысяч долларов, и сейчас мы вместе с ним что-то будем делать, или я буду называть его коллегой. У нас, к сожалению, минуты остаются, но попробуйте вашу мысль на этот счет. К сожалению, не противятся. Как только воспротивятся, я первый, кто об этом расскажет. То есть, все спокойно вообще к этому относятся? Ну, мы же видим. Вы видите случаи, когда врачебное сообщество или педагогическое выдавило из своих рядов какого-то человека, опорочившего вообще честь мундира. Я таких случаев не помню. Получается, это им выгодно иметь, таких коллег? Не думаю, что это честному человеку едва ли это выгодно. Честному человеку, скорее всего, это даже внутренне неприятно. Но вот такая у них стезя, вот такое у них понимание корпоративной этики и солидарности. Да, Борис, спасибо вам большое. К сожалению, время истекло.